Невидимку по имени Лёха искали все экстренные службы Калининграда. Их вызвал молодой человек, который уверял, его другу нужна помощь. Он уже сам пытался спасти товарища, но все средства оказались бессильны. К его сожалению, ничем не смогли помочь и спасатели. Что же случилось с Лёхой и почему медики решили заняться его встревоженным приятелем, знает Евгений Новиков. Лёх! Ты скажи, что он не хочет. Михаил из последних сил пытается спасти своего друга. Он вызвал скорую, наряд милиции, спасателей и даже пожарных. Вот, смотрите, прилип. Кто прилип? Лёха Свотин, мой друг. Я выхожу, меня позвал, говорит, вызови спасателей. Я сначала взял ножницы, вот, подёрну, костюм чуть-чуть. Я говорю, я не могу. Воображаемый друг Лёха висит где-то здесь и уже несколько часов не может пошевелиться. Он только что признался Михаилу, что замёрз и сильно хочет в туалет. Только что пальцами шевелил, вот этой рукой. Михаил уверяет, накануне его приятель купил прозрачный костюм. Переоделся и вышел из дома, прикоснулся к стене и тут же к ней прилип. Вот. Это след от костюма остался? Нет, он сам вон. А, костюм остался? И он там в костюме. Ясно. Медикам и спасателям пришлось подыграть. Они сделали вид, что отлепили пострадавшего и увели его в машину скорой помощи. Затем туда же пригласили Михаила. Внутри пациент заверил, он психически здоров и сегодня ел только селёдку. Но врачи уверены, таких галлюцинаций от рыбы не бывает. Ведь по дороге в больницу мужчина неожиданно вспомнил про другого своего приятеля, который тем же вечером прилип к бамперу какого-то красного микроавтобуса. Евгений Новиков, Асхат Хафизов, 5 канал.